У Достоевского, братьев Карамазовых, о старце Зосиме, сказано, он собрал вокруг себя мир любящих его. Ну вот, когда б я увидел Виктор Владимир Чаракова, вот смотрите, в каком благообразном виде я его вижу, а сколько лет прошло. Когда б я увидел Зинаиду Дмитриевну Ильину, так сказать. Вот матушка Месаила свела. Я почему не мог не выступить? Потому что все, что связано с матушками Месаилы, это страница семейного предания. Потому что мой отец родился в Зорино, в Муравлево. Все те виды, которые были представлены вот в этом маленьком фильме, это те места, где протекло мое детство. На этих излучинах Сейма мы ловили пескарей, гоняли. С моим двоюродным братом Юрой Котюковым, которого Виктор Владимирович наверняка знает. Может быть и Зинаида Дмитриевна помнит. Тетушка моя там учительствовала. Ну а что касается мистической составляющей всей этой истории. То ведь отец мой во время оккупации, все эти там полтора года провел, все мое семейство проживало там. А в 47-м году, когда отца призвали в армию, а он был... Почему был? Я сейчас, завтра поеду к нему книгу повезу. Он с удовольствием откроет обложку, сделает вид, что он что-то видит. Напряжется, возьмет лупу, что-то разглядит. Так вот, в 47-м году он пошел со своим приятелем к ней за наставлением. Говорили сейчас только о том, что она утешительницей была. Она послужила... А отец ведь скептик, вы понимаете, это если политкорректное слово подбирать. Взвал она всегда, кстати, и зовет Матрёна Гавриловна. Матушка Мисаила это никогда не фигурировала. Она благословила их на ратный путь. Все боялись возобновления войны. Она сказала, что ничего не будет и дала им по 3 рубля. Мама потом сомневалась. Говорит, ну 3 рубля тогда ничего не стоили. Ну, не будем разбираться, насколько это точно было. Но она говорит, вы их не тратьте. Ну, в крайнем случае вы их истратьте. Они привезли их с собой, оказались в Астрахани. Сперва жара, голод жуткий совершенно. Ну, кроме рыбного супа ничего не было. Кстати, расквартировали их в Астраханском Кремле, о котором потом очень часто вспоминал владыка Ювеналий. Как-то вот все срастается в этой жизни. Все впечатления срастаются. Ну, и потом, когда уже совсем приперло, некуда вот, и сголодались в конце, в конце они пошли в солдатскую чайную, купили по буханке хлеба. Говорит, вот так вот вдоль ее разрежешь раз, поперек ее разрежешь два, две четвертинки в карман сунешь, сядешь за баланду в этом, в столовой в солдатской, уже сыт. Ну, не могу не сказать, что это несколько курьезно закончилось. Старшина увидел что-то в карманах торчащее, приказал карманы зашить. Две недели они ходили с этими сухарями. Ну, вы знаете, любое напряжение, любое испытание навсегда вознаграждается. Вскоре отец оказался в западной группе советских войск в Германии, и там проблемы лишнего куска хлеба не было. Он массу фотографий оттуда привез. Я могу составить себе представление, сколько комфортно там была его жизнь. Так что вот, господа биографы, вот еще одно такое свидетельство, несколько курьезное. Я неплохо знаю историю оптинского старчества и насколько история матчки Месаила органично вписывается в подобную историю. Потому что, ну, с чем приходили к преподобному Амвросию Оптинскому? Индюшки дохнут, батюшка, помоги. Да, совет даст. Батюшка, не зная, куда отсвек родиваться, преследует везде. Даст совет. Ну, вот то же самое, то же самое с матчкой Месаилой. Знаете вам, ребята, их два Николая было, знаете вам по три рубля, а там Господь, а там Господь управит. Вот происходит какое-то удивительное чудо. Я вот смотрю, вот эту церковь разрушили, да. А я увидел фотографию внутреннего интерьера молитвенного дома Зоринского, который был отстроен сразу после войны. Священник, фотография которого тоже здесь есть, он жил у бабушки моей на квартире. А бабушка была в этой, как, этой комиссии, это не финансовая, ревизионная, председателем ревизионной комиссии. Она мне сама об этом, а сама об этом рассказывала. Ну вот жилили, закрыли молитвенный дом, батюшку перевели в, как его, в Тим. Хороший батюшка был. Выпить лишнего любил, но это ничего. А так батюшка... Вот ведь так и должна начинаться настоящий канонизационный процесс. То есть почитание начинается с самого низу, без какого-то искусственного вмешательства. Нас чему Дмитрий Сергеевич Лихачев учил? Вот, Димол, Ярослав мудрый обратился в патриархат Константинопольский с тем, чтобы его братьев канонизировали. Да не было этого ничего. Откуда эта информация-то взялась? Началось все с народного почитания. Ярослав абсолютно равнодушно к этому относился. Ну, через два года только после смерти отыскали тело убиенного Глеба, где-то там заваленный в смоленских лесах хворостом. А митрополит Киевский, грек по крови, был принципиальным противником. С самого низу началось это почитание. С самого низу. И против этого уже невозможно было противостоять. То же самое и с маточкой Мисаевой. Хорошо, что у нас есть такая заступница. И последняя реплика. Меня с отреческих лет угнетало одно обстоятельство. Досадовал я по поводу того, ну как же так? Курск двух таких святых выдвинул, как преподобный Феодосий, преподобный Серафим Саровский. И ни одного святого нет, который бы аттестовывался, как Курский. Исправляется положение. Исправляется. Есть у нас такие святые, а будут еще больше. Спасибо и за приглашение, и за внимание. Спасибо.